Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! В этом видео я покажу, как именно я делаю массаж мечом. Видео, где я показала, как я осваиваю эту технику, набирает просмотры и меня часто упрекают в том, что я не показала, как же я делаю массаж. На самом деле, то видео было записано прямо-таки экспромтом. Я пробовала подобную технику и не знала, подойдет она мне или нет. Точнее, я до этого уже была с ней знакома, но, как я говорила, я предпочитаю массаж руками, потому что руки у тебя всегда под рукой, ты можешь их помыть и сделать массаж. Сегодня я хотела сделать массаж силиконовой банкой, тоже показывала, как я делаю этот массаж, но не нашла свою силиконовую банку. А лицо я предпочитаю несколько раз в неделю вот таким образом интенсивно прорабатывать. И поэтому я взяла свой мяч для кольфа, вам подойдет любой мяч примерно такого размера. Он может быть чуть больше, он может быть чуть меньше. Чем меньше мяч, тем сложнее с ним работать, но тем более точно вы сможете проработать все ваше лицо, в особенности определенные точки. Я нахожу этот массаж очень эффективным и теперь стараюсь всегда держать мяч вот действительно под рукой. В конце этого видео я просто положу его в карман. И, допустим, на кухне, когда я готовлю, мяч можно ополоснуть, и пока что-то варится, и ты ждешь, чтобы это не выкипело, не укипело, не сгорело, ты можешь сделать такой массаж. Массаж я делаю хаотично, не уделяю внимания какой-то зоне сначала, какой-то потом, потому что не вижу в этом особого смысла. Как правило, начинаю я все-таки со лба, и лоб мой требует, как у большинства из нас, самой интенсивной проработки, потому что мимика, которую мы не можем контролировать, приводит к тому, что на лбу у нас появляются так или иначе морщины. В том или ином месте мы склонны к морщинам на лбу, потому что вся тяжесть этого мира отражается зачастую у нас на нашем прекрасном лице. Как видите, я достаточно ловко орудуем мячом, потому что эту технику я освоила, она мне очень нравится. В видео, которое я первоначально записала, мне было сложно проработать зону вокруг глаз, и я сказала, что не нахожу эту технику эффективной для зоны вокруг глаз. Но, как вы видите, я приноровилась, и могу сказать, что очень-очень болезненно прорабатывать зону вокруг брови, и поэтому я считаю, что это очень эффективная техника. Также по росту волос обязательно прохожусь. Более того, если волосы у меня влажные, я прохожусь практически по всей голове. Становится жарко, потому что приходится очень интенсивно давить. Этот массаж однозначно подойдет тем, кто боится растянуть кожу ручным массажем, потому что фактически, вы видите, кожа не растягивается, не заламывается, вы очень сильно давите на мяч и прокручиваете. Я давно интересуюсь техниками массажа. Насколько я поняла, что когда мы находим болевые точки, точки, на которые мы давим и испытываем неприятные ощущения, либо болезненные ощущения, это и есть наши зажимы, которые приводят нас к морщинам. Поэтому их стоит обрабатывать лучше всего. И могу сказать, что действительно ощущение на лице, когда вы закончите подобный массаж, либо даже ручной массаж, либо массаж ложками, я тоже его показывала, практикую его достаточно редко, либо баночный массаж, вы почувствуете свое лицо другим. Это очень приятное ощущение. Я очень рекомендую вам присмотреться к массажу, освоить эти техники. Безусловно, они не подойдут вам, если у вас есть ботокс. Вы можете подождать, пока время ботокса пройдет, время гиалуроновой кислоты также, потому что, конечно же, подобное интенсивное воздействие на лицо приведет к тому, что и эффективность ботокса быстрее закончится, и эффективность гиалуроновой кислоты, которая очень часто утяжеляет нам ткани. И после первого эффекта, вау, хорошо, красиво, мы получаем еще большие морщины, потому что вес того, что должно поддерживаться, он увеличивается. И опять же, очень многие косметологи, насколько я поняла, специалисты, которые имеют специальное образование в этой области, они говорят, что лицо тем быстрее стареет и опускается, и овал лица не становится таким четким, чем больше подкожно-жировой клетчатки мы имеем, потому что это дополнительный вес, который должен держаться. Ну что ж, вы видите, что мое лицо уже достаточно красное, и могу сказать, что, возможно, после первого раза у вас даже образуются синяки, которые будут являться именно синяками, в отличие от тех следов, которые вы получите, делая, допустим, баночный массаж. Но я очень и очень довольна этими техниками, на самом деле, я думаю, что именно они помогают мне поддерживать мое лицо в хорошем состоянии. Скоро мне будет 39 лет, и я не прибегаю и не думаю, пока не задумываюсь о том, чтобы поставить ботокс и таким образом расслабить себе лицо, потому что в последнее время я заметила, что да, непроизвольная мимика, она, в общем-то, у меня имеется, и, конечно же, может заформировать мне то, что ни одна женщина не хочет, чтобы было заформировано на ее лице. Ну что ж, перехожу на подбородок. Эту зону массировать сложно, но, возможно, очень-очень рекомендую, потому что овал лица, он, конечно же, начинается, когда у нас отсутствует второй подбородок, но для этого, на самом деле, надо еще следить за своей осанкой, не опускать голову, не прижимать подбородок, и таким образом не формировать себе, как и в случае с непроизвольной мимикой, непроизвольный второй подбородок. Я хочу сказать по поводу этой техники, что, на мой взгляд, это самая эффективная техника. Из техники ручного массажа, массажа ложками, либо массажа при помощи вакуумной банки, вакуумного массажа, это самая эффективная техника для зоны губ, потому что губу очень неприятно обрабатывать руками, массировать руками, такое ощущение, что ты растягиваешь, а вот при помощи нажатия такого твердого мяча вы получите, на самом деле, ощущение, что вы очень и очень хорошо промассировали, соответственно, сделали хорошую профилактику. Кисетным морщинам все время я путаю. Массирую ли я шею? Нет, не очень массирую, я не очень изучала этот вопрос, я, в общем-то, боюсь интенсивно воздействовать на шею, если это делаю, то делаю только по краю шеи, получается, никак не в центре, ну и потом практически сразу, вот как я сейчас сделала, интуитивно по привычке перехожу на овал лица, на зону под подбородком. Массируйте очень интенсивно, давите очень интенсивно, когда вы закончите ваш 10-минутный, либо 15-минутный массаж, вы увидите, что ваше лицо, да, часто случается уронить мяч, поэтому желательно, чтобы он все-таки не был мячом для гольфа, потому что вы можете повредить покрытие, потому что мяч для гольфа тяжелый, возьмите лучше резиновый. Я, кстати, думаю, что резиновым мячом массировать, возможно, даже эффективнее лицо, хотя, конечно же, мяч для гольфа, любой плотный мяч для гольфа, да, не забывайте про уши, обязательно массируйте уши, потому что там содержится так называемый вектор и маркер старения, когда формируется складка рядом с ухом, она выдает наш возраст, поэтому массируйте там тоже очень-очень интенсивно, но и могу сказать, что вокруг глаз я приноровилась массировать, и у меня это получается хорошо, я чувствую, что я стопроцентно проработала лицо, поэтому если вы спросите моего совета и мнения, советую ли я массаж при помощи мяча, однозначно советую, однозначно я довольна результатом, хотя в первом своем видео, которое я выпустила на эту тему, я сказала, что для лба однозначно, да, а вот для всех остальных зон под вопросом, и также могу сказать, что носогубные складки, а также зона щеки и зона скулы тоже прорабатываются очень и очень хорошо, за счет того, что мы можем сильно давить и очень интенсивно катать мяч, ну и опять же вот зона в районе губ, там где у нас существуют, как правило, заломы, и подбородок тоже очень важно прорабатывать, что не всегда удобно делать при помощи массажа, не всегда удобно делать ручным массажем разнообразные движения, а именно подбородок, как бы странно это не звучало, важно прорабатывать, чтобы у нас не были опущены уголки губ, чтобы если мы склонны к такой непроизвольной мимике зажимать губы, опускать уголки губ, чтобы во время массажа все это расслаблялось. Как вы заметили, дорогие зрители, для особой техники я не предлагаю, на мой взгляд ее не существует, нужно просто взять в руки мяч и вот таким образом, такими движениями, интенсивно нажимая и надавливая, перекатывать его по вашему прекрасному лицу. Очень многие мои зрительницы, большое спасибо им за комментарии, которые они не ленятся оставлять, находят технику вакуумного массажа при помощи банки большой, которая предназначена для антицеллюлитного массажа тела, находят эту технику очень и очень эффективной, хотя, да, многие получают после первого-второго применения, так же, как было у меня, явные следы, явные синяки на лице, хотя, по сути, эти следы синяками не являются. Что ж, дорогие зрительницы, рекомендую вам под рукой всегда иметь вот такой мячик, нет-нет, до себя и помассируйте, нет-нет, профилактику своей молодости, точнее, чтобы она длилась, 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 и сделайте. Я же на этом с вами прощаюсь, увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова, всем пока-пока!